Долги чреваты лишением имущества. В этом на собственном опыте убедились сразу 34 жителя Черногорска. Судебные приставы провели масштабную операцию по изъятию арестованного имущества у неплательщиков в городе угольщиков. Бытовая техника и другие вещи будут распроданы. Вырученные средства пойдут на погашение долгов. Как прошел рейд в материале Натальи Гармашовой. Согласно финансовому закону об исполнительном производстве, вы знаете, что у вас есть сумма за должность 2283 рубля 54 копеек. Подождите, я 1300 оплатила и платила еще 600 рублей. То есть это получается? Одна квитанция у меня отзыва моих приставов на 1300, а на 600 рублей дома лежит. Юлия – мать-одиночка, безработная. Живет в общежитии. Ежемесячный доход не больше 500 рублей в месяц. Выплачивать долги практически нереально. Приставы пришли, чтобы забрать мобильный телефон и фотоаппарат. Вырученные от продажи средства должны пойти в счет задолженности. Но цифровой техники в доме не оказалось. Хозяйка пояснила. Заложила в ломбард. Пока судебные приставы вынуждены попрощаться с женщиной, но ненадолго. Не раз вернуться предстоит и в другие комнаты общежития, чтобы застать хозяев-должников дома. Тамара Алексеевна тоже жительница общежития. Задолжала за коммуналку. Говорит не по собственной воле. Много. Много. Я когда к писавам ходила, я сказала, как у меня деньги есть, я плачу. А пойду на пенсию, будут с меня высчитывать. Каждую неделю плачу я. Ну как, по 300, по 500 рублей я плачу. Из вещей, которые можно забрать и отправить на реализацию, оказался только электрочайник. Как без чаяника? Есть еще что-нибудь? Нету. В кастрюлю буду кипятить. Оценили технику в 200 рублей. Весь долг, конечно, эта сумма не погасит, но хоть что-то. В этой квартире тоже, по информации сотрудников управления, числится должник. Парень не выплатил пять штрафов ГИБДД. Сумма 600 рублей. Но, как выясняется на месте, молодой человек живет в другом регионе страны. На поиски арестованного имущества уйдет время. А вот жильцам этой квартиры повезло меньше. Со стиральной машиной и микроволновой печью пришлось расстаться в считанные минуты. Хозяева задолжали более 200 тысяч. Телевизоры, компьютеры, телефоны, мебель – основное, что забирают приставы у неплательщиков. Но есть и не совсем обычные вещи. Были такие случаи наложения арестов на домашних животных. Это свиньи, коровы. Устанавливались, то есть требовались документы, налагался арест. Должники, когда налагались на домашние животные, арест должники обращивали. Вот недавно мы вводим практику. Это арест заборов, ворот. Мы сам гараж не можем наложить арест, потому что гараж находится на территории частного дома. Эти ворота тоже в арестантском списке. Сотрудники организации, которые реализуют имущество, не сомневаются – покупатели найдутся быстро. А значит, часть 50-тысячного долга, который числятся на хозяевах дома, будет оплачена. За один вечер приставы Черногорска изъяли имущество у 34 должников. Общая сумма – 40 тысяч рублей. По словам сотрудников, такие визиты носят больше профилактический характер. Многие должники буквально на следующий день спешат гасить суммы, и даже достаточно крупные. Сегодня стали известны результаты ЕГЭ. Министерство образования и науки Хакасии огласило их на специальной пресс-конференции для региональных СМИ. В этом году с первого раза не прошли тестирования по основным дисциплинам относительно немного выпускников. Русский язык и математику провалили от 1 до 1,5% школьников. Для сравнения, в прошлом году процент по обеим дисциплинам был выше 6. Ребят, набравших 100 баллов по той или иной дисциплине, в этом году в Хакасии – 12. Среди них немало из районов. Выпускники при поступлении в ВУЗы, им даже не обязательно представлять свидетельства о результатах ЕГЭ. Им достаточно в заявлении просто указать количество набранных баллов. Сейчас задача выпускника – подать документы в любой из пяти выбранных ВУЗов на три направления в каждом и определиться уже потом окончательно. А вот пятерым одиннадцатиклассникам с ВУЗами придется повременить целый год. Аттестаты этим летом они не получат. У школьников по две двойки по основным предметам – русскому языку и математике. Следствие по делу абаканского спортсмена Гиви Сацука продлено в связи с проведением компьютерных экспертиз. Напомним, уголовное дело возбуждено томскими полицейскими по факту осквернения памятника военным медикам в Томске. Основанием стало фото Гиви Сацука на фоне памятника, размещенное в интернете в середине февраля. Фотография вызвала волну возмущения в интернет-сообществе и привлекла внимание правоохранительных органов Томска. Срок давности по этой статье установлен в 6 лет. По утверждениям Гиви Сацука, он фотографировался приблизительно в это же время. Поэтому главная задача экспертов – установить, в каком году была сделана фотография. К нам в редакцию обратились жители поселка Колодизны Ширинского района. Каждое лето в их благоустроенных квартирах отключают горячую воду. Владельцы уже обращались в разные инстанции, ответа не получили. Поэтому решили вынести проблему на всеобщее обсуждение. Юлия Константинова разбиралась, кто виноват и что делать. Вот наша благоустроенная квартира. Открываем кран, идет ледяная вода. Уже девятый год Галина Прибур остается летом без горячей воды. В таком же положении около 600 человек. Пять многоквартирных домов, жители которых, узнав о приезде съемочной группы, вышли на стихийное собрание. У Ольги Столковой под опекой семеро детей. Чтобы семерых искупать, надо целый день греть ее, чтобы по очереди искупать ребятишек. У кого есть возможность, те поставили себе водонагревательные приборы. Не учитывается то, что дома старые, проводка может полететь. Котельную затопят, допустим, в сентябре, водичку нам дадут горячую. Отключат, вот, и воды нет горячей. И полгода мы без горячей воды. Почему? Неплатежи. По официальным данным, долг населения поселка в Жемчужной колодезной за коммунальные услуги на сегодняшний день составляет 5 миллионов 800 тысяч. Плюс юридические лица, курорт, санаторий, школа, детский сад. Вместе задолжали хакрест водоканалу больше 6 миллионов. Почти 4 энергетикам, которые попросту отключили электроэнергию в котельной. Мы пошли на встречу, создали комиссию по неплатежам населения. 20 повесток отправили, значит, пришел один человек, чтобы разобрать, может быть, дать срочку кому-то, кто-то не может выплатить. Здесь, я могу сказать, что недобросовестные отношения жителей поселка, и в том числе микрорайона колодезной. Не платит около 40% населения. Точнее, часть не может, ведь большинство жителей поселка работают на курорте озера Шура, где сейчас идет сокращение и зарплату не выдают, лишь авансы. Часть не хочет, фактически проживая в квартирах в сезон, летом или сдавая их отдыхающим. Ситуация сложилась безвыходная для добросовестных жильцов. Мы все-таки хотели бы хоть чего-нибудь добиться, какой-то помощи. И конкретного ответа, когда у нас будет горячая вода. И как нам бороться с этими должниками, чтобы из-за них не страдали остальные люди. Пока эффективных путей воздействия на неплательщиков не в состоянии найти ни жителей, ни коммунальщики, ни местные власти, ни даже федеральные. Юлия Константинова, Владислав Пустовой, Трестихакасе. В этом году в Новомихайловке Алтайского района откроется новый ФАП. Сегодня подрядчики подключили электроэнергию, котел отопления и водоснабжение. Пока ведется строительство, местные жители продолжают получать медицинскую помощь. Фельдшерско-акушерский пункт располагается в старом здании местной администрации. Это помещение уже давно не соответствует современным требованиям санитарных норм. В новом здании ФАПа есть отдельное помещение для приема пациентов, перевязочная, процедурная комната и хозотдел. Несмотря на трудности с финансированием, строительство объекта уже практически завершено. Коммуникации подключены, осталось сдать помещение в эксплуатацию. Освоенных денег на данный момент 3 миллиона 100 тысяч. Выплачено за прошлый год 1 миллион 60. В этом году не рубля, поступленные было. Строительство ведет Черногорск промстрой. В других объектах снимались затраты на материалы, на оплату рабочих. И велось строительство. В России скутеры могут попасть под запрет, правда под временный до ноября. Такую инициативу в Госдуме объясняют большим числом аварийных ситуаций на дорогах с участием мопедов и квадроциклов. Ноябрь указан не случайно. Именно в этом месяце вступит в силу федеральный закон об обязательном получении прав на управление такой техникой. По данным ГИБДД, в Хакасии, как только наступает весна, ДТП с участием скутеров происходит практически ежедневно. Как правило, управляют транспортом подростки, которые не имеют никакого представления о правилах поведения на дорогах. Сколько точно в России мопедов, никто не считает. По примерным оценкам автоинспекторов, эта цифра приближается к полутора миллионам. В Хакасии идут последние приготовления к третьему международному историко-культурному форуму. Помимо насыщенной и содержательной части, организаторы уделили большое внимание атрибутике форума. Все сувениры, за исключением полиграфии, выполнены руками местных мастеров. Что останется на память о Хакасии у гостей форума, выясняла Олеся Калиниченко. Многим нравится. Это наше приглашение, которое сопровождается игровым пением. Это приглашение, где распечатана вся наша программа. Она персональная, за куписью главы республики. От такого приглашения невозможно отказаться. Конечно, гости третьего международного форума «Историко-культурное наследие» уже давно подтвердили свое участие. Но получив такой музыкальный пригласительный, звонят и говорят отдельное спасибо. Главная тема форума – культурное наследие. Поэтому вся сувенирная продукция с хакасским национальным колоритом и сделана из экологически чистых материалов – войлок, дерево, лен. Боиджи, конечно, для участников. Функциональность их заключается в том, кроме стандартного набора, украшена наша мужская и женская тема. Здесь кладется или телефон, или очки. А женская тема – она пого. В этом году цветовую гамму форума расширили. Базовыми остались коричневый и песочный. К ним добавили изумрудно-зеленый, цвет ириса и жарков. Среди сувенирной продукции нет случайных вещей. В подарочном наборе продумана каждая деталь. Для работы на форуме – деревянные ручки и флешки, удобные вместительные сумки. Для редких минут отдыха – калейдоскоп цветы хакасии, кружки, травяной чай и конфеты, которые вряд ли будут хранить как память. В каждой коробочке одна конфетка, наша чуренковая, которую все очень любят, и москвичи любят, тоже всегда напросят и заказывают. Чем она интересна? Что на каждой конфетке хакасское благопожелание. Третий международный форум начнет свою работу на следующей неделе, с 26 по 30 июня. В его рамках состоится масса культурных и социально значимых мероприятий. Для всех жителей Хакасии во время проведения форума в Республиканском краеведческом музее будет открыта выставка шедевров мирового искусства. В драм-театре дадут концерт солисты Мариинского театра, а на стадионе Саяны выступит скрипачка Ванесса Мэй. И в завершении выпуска объявления завтра в Абакане будут перекрыты центральные улицы. Это связано с празднованием выпускных в школах города. Пешеходными зонами 21 июня с 17.30 до 20.30 станут улицы Щетинкино в границах улиц Пушкино-Чертогашево и проспект Ленина на отрезке от улицы Щетинкино до улицы Вяткино. На границах пешеходных зон инспекторы установят временные дорожные знаки. Эфир телеканала «Россия-24» продолжит прогноз погоды и рубрика «Интервью». В нашей студии мы говорили о правах потребителя. На этом наш выпуск завершен. Берегите себя.